В этом выпуске. Уходить на то, чтобы поддерживать людей в более-менее полудохлом состоянии. И, как сказал один врач мне, я даже зацитирую это все, вот зачитываю. Нахуй это все. И конец цитаты. Александр, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад нашей беседе. Мы с вами знакомы, но беседа у нас с вами первый раз на этом канале. И тема для наших зрителей, скорее всего, необычная. Мы сегодня поговорим об хронических заболеваниях. Да, я бы сказал о медицине. Несмотря на то, что я не врач, и слава богу, именно поэтому могу, так сказать, отстраненно немножко беседовать. Дело в том, что я так уж получилось, написал несколько книжек по медицине и от себя как бы, и для других врачей немножко нетрадиционных. Соответственно, считаю себя вправе немножко порассуждать про то, чем больна цивилизация и в какой тупик сейчас уперлась наша медицина. Я тоже хочу немножко рассказать о себе на эту же тему. Я делю для себя это на здравоохранение и медицину. Для меня это два разных понятия. Здравоохранение подразумевает хранение здоровья тем, чтобы мы не болели. А медицина – это лечение болезней. С моей точки зрения, не знаю, согласитесь вы или нет, в мире здравоохранения находятся в ужасном состоянии. И, как следствие, медицина перегружена. Доктора практически ничего не знают о здравоохранении. Ну, допустим, в американских медицинских школах объем знаний по диетологии сводится 20 часов. Вот это 20 часов лекций о том, как мы метаболизируем пищу. То есть они знают все о всем, но они не знают самое главное, как мы едим. Это не случайно. И это не случайно, потому что есть экономический фактор. Я, в общем-то, 20 лет занимался здравоохранением, как где-то аналитик. Лечить выгодно, хранить здоровье невыгодно. И делаю то, что выгодно. Нет никакого злого умысла, ну, по крайней мере, в Америке. Просто деньги идут туда, где есть возврат. Здравоохранение, возврата, денег нет. Деньги есть, возврат в медицине. Так вот, это только одна из причин, почему мы сейчас в страшном тупике. И, так сказать, эпиграфом к этому нашему разговору, к этой нашей беседе, я бы сделал свое наблюдение некоторое. Говорят, у вас там в Америке была такая кобыла Харрис и Бидон, который считал себя президентом. Я их так называю, потому что не очень уважаю. И когда, значит, эта сладкая парочка проиграла этот твикс, да, выборы, я начал читать плач наших интеллигентов и релакантов, и мигрантов, которые переехали в Америку или не обязательно переехали в Америку, и которые стонут. И вот одна дама написала, вот кандидат, выдвинутый Трампом на должность министра здравоохранения, он призывает, значит, не мыть никогда руки, наверное, потому что не верит в микроб, пишет, что противозвращающие средства очень вредны для женщин, и вообще он очень странный. Вот я эти два пункта для себя отметил, почему у меня в голове две есть забавных историй. История первая. Обе рассказаны одним врачом. Значит, вот этот его собственный рассказ. Он его начал мне с того, что заявил. Ты знаешь, я никогда практически не мою руки. Ну, только если масло в картере поменяют там, и они грязные, тогда помою. Я спрашиваю, почему? Ведь нам кругом рекламируют бактериальное мыло, вернее, антибактериальное и все такое прочее. Он говорит, да потому что мы когда-то, когда я еще был студентом, делали такую лабораторную работу в медвузе в нашем. Брали, видимо, из чашки Петри культуру микробную и сажали ее на кожу. И смотрели через каждые там 10-15 минут, сколько там их осталось. Дело в том, что у нас на коже находится разная микрофлора, которая симбиотична нам. И она, значит, чужаков грохает, убивает. И там они, значит, в этой лабораторной писали, сколько этих микробов они нашли под микроскопом в момент посадки, через 10 минут, через 20, и в конце концов их не оставалось. И я вспомнил эпоху, когда нас, совсем недавнюю эпоху, когда нас заставляли носить перчатки, которые только накапливают эти микроорганизмы и являются их рассадником. Нам говорили, ну вы же все время хватаетесь за лицо, ну вы же занесете туда всякую дрянь. Так вот, с перчаток их занести, больше вероятность. Давайте я немножко подкроментирую со своей стороны, значит. Это был всего лишь нафтевый эпиграф. Значит, прежде нас с вами объявят в том, что мы два сумасшедших, потому что, ну, я представляю, что сейчас будет на канале, когда я выложу эту пленку. Я порекомендую книжку, она в английском называется Eat Dirt, то есть ешь грязь. Где совершенно взрослый врач доказывает, что определенная бактериальная среда в этом самом питании, вот грязь, то, что находится в грязи, необходимо проводить клинические исследования, эпидиологические исследования и так далее. То есть руки мыть нужно после того, как сидели в туалет, чтобы убрать фекальные бактерии. Вот это нам точно не нужно. Но мыть их постоянно и хронически. Если вы из грядки вырвали морковку, это чистая грядка, чистая морковка, сильно ее мыть не надо. То есть вот есть книга, вот тем, кто обвиняет в нашей ненаучности, сразу отсылаю. Книга называется Eat Dirt, есть грязь. Что касается противозащитных таблеток, идея в том, что у женщины отменяют менструальный цикл, полностью меняют ее гормональное составляние, гормональную ее систему. Все, что составляет женщину, это вот ее гормональная система. И это все бесплатно, это все не влияет ни на психику, ни на мозг, ни на состояние физическое, ни на что. Просто вот на шару взяли и отменили. Мне представляется глубоко антинаучный. Так не бывает. Ну, то есть какое-то влияние, можно рассуждать, исследовать, какое влияние. Но сказать, что вот сейчас женщина отменяет менструальный цикл, и она при этом, ничего, ничего абсолютно с ней не произойдет, ни в ту, ни в другую сторону, это невозможно. А что происходит в Америке не излучает, потому что это огромный доходный бизнес. Если начнутся быть печатать статьи о том, что эти таблетки приносят какой-то ущерб, я даже не буду утверждать, что они приносят, чтобы канал не закрыли. Это вот настолько серьезно. Но даже если гипотетически подумать, что это приносит какой-то ущерб, и начать изучать, вас закроют. Вас закроют навсегда, потому что это социально неприемлемо. То есть женщина должна иметь репродуктивную свободу. Спать с кем хотят, когда хочет, и при этом не забеременеть. И это имеет огромное финансовое влияние на современную фармакологию. Они потеряют очень много денег. Поэтому вот любой ученый, который захочет исследовать, как влияют противозачатые таблетки на здоровье, будет изгнан из состава ученых, потеряет все гранты, и никогда туда не вернется. Поэтому факт того, что нет исследований, не означает, что нет проблемы. Так вот, я, так сказать, лаверды, чуть-чуть дополню, что делают эти таблетки, исходя из просто логики. Здоровая женщина при определенных условиях, конечно, забеременеет. Есть определенные там расстройства и болезни, когда она не может забеременеть. Они там леют, ЭКО делают и так далее. Так вот, что делает эта противозачаточная таблетка? Она делает женщину больной, которая не может при тех условиях забеременеть. Вот и все. Токсин ей вводится. Так вот, к чему я рассказал свой этот эпиграф? К тому, что не всякая странная вещь, даже рассказанная врачом, и тем более рассказанная врачом, она является тем, за что нужно нас с вами преследовать. Потому что, я обратил внимание, последние лет, наверное, 30, все больше врачей и в Америке, и в России, они становятся врачами-растригами, как я их называю, разочаровываются в медицине, потому что понимают, что она зашла куда-то не туда. Вот у нас это Евгений Блюн, который сейчас работает в Испании и лечит всю эту европейскую ериту. Там у них, нам американцам этого не понять, но у них там до сих пор какие-то принцы остались, всякая аристократия. Вот он ими занимается и берет очень дорого. И, как он говорит, если ко мне приводят, и я вижу, что я могу сделать, я сделаю. Еще из таких же, значит, Александр Шишонин, значит, Бубиновский, который прямо говорит, что вот эти все операции на позвоночнике, когда вынимают диск межпозвонковый и вставляют тютановую шайбу, это все люди калечат, все это можно восстановить. И я это видел, и, кстати, теперь я сам восстановил, и у того же Шишонина я видел, какие чудеса происходят. Дальше из Украины приехали в Израиль, стали теперь израильскими врачами, по-моему, Левит его фамилии, клинику тоже организовал. Они лечат неизлечимый диабет. Ну, то есть, вот еще 30 лет назад один мой знакомый, даже не врач, просто спортивный физиолог, начал излечивать диабет. Господи, как его били, писали в прокуратуру, где-то в интернете до сих пор висит так называемое письмо ставрачей, как я его назвал, где они его поносят ужасным образом, стоматологи, там подписались какие-то акушеры, которые, ну, чертами диабет и не понимают, но поносят и пишут, что диабет, мы говорим сейчас о диабете второго типа, неизлечим. Между тем, он не просто излечим, а излечим довольно легко. Значит, это я сейчас перечислил русскоязычных. Есть и в Америке куча людей, значит, Некто Фурман, Уолстер Ласт, в Британии это, если у нас его правильно транслитируют, транслитируют Бен Голда, который пишет книги о том, что медицина зашла не туда. и это можно даже понять чисто как бы статистически, что делает медицина, почему многие экономисты, включая много уважаемых, таких как Мовчана, Мовчан, значит, он говорит, давайте больше вкладывать в здравоохранение, потому что и приводит какие-то лежащие на поверхности статистические данные о том, что да, медицина продлила в среднем, значит, нашу жизнь, в основном это, конечно, произошло за счет детской смертности, но и за счет того, что действительно удлинилась жизнь, у нас сейчас на планете столько столетних людей, сколько их никогда не было. Но что это за жизнь? Это, значит, медицина берет человека, который умер бы, допустим, там, не знаю, от инфаркта и сульта, спасает и тащит вот в таком вот состоянии еще лет 10-15. Если представить себе, значит, человек как столбик, высота этого столбика, допустим, уровень здоровья в условных единицах, и этих столбиков масса. Вот есть люди с нормальным уровнем здоровья, вот есть те, кому медицина тащит, да, если бы они умерли, они бы не вносили вклад в среднее, понимаете, о чем я говорю, они живут и вносят, и таким образом, чем лучше работает медицина, тем хуже здоровье нации в среднем. Этот парадоксальный вывод, он совершенно прекрасным образом характеризует то, где мы сейчас оказались, и где же мы оказались. И мы оказались вот где, значит, сейчас расходы на здравоохранение в мире в среднем растут быстрее, чем растет мировая экономика. И если эта тенденция продолжится дальше, то где-то лет через 50 экстраполируем, да, мы получим, что вообще весь бюджет будет уходить на то, чтобы поддерживать людей в более-менее полудохлом состоянии. И вот эти вот старики будут доживать до 100 лет, с одной стороны его будет поддерживать, значит, Альцгеймер, с другой Паркинсон, и вот так он будет ковылять. Что с этим делать? Александр, кстати, добавлю немножко справочка, мы с вами не изговаривались, не готовились, но я добавлю немножко статистики. В Америке 40% медицинских расходов уходят на последний год жизни пациента. Вот, вот оно. И вопрос, где выключить счетчик, то есть, потому что, ну, большинство пенсионеров платят, не они платят за них, то есть, каждый дополнительный месяц обходится в тысячи, сотни тысяч долларов. Вопрос, это статистика. В Америке здравоохранение подбирается по 20% валово-национального дохода. То есть, проработав пять дней, я отдаю день на хранение чужого, нет, не своего, чужого здоровья. То есть, я был бы гораздо здоровее, если бы я один день не работал и не пекся бы здорово. То есть, в валовом национальном продукте в Америке медицина, как ни странно, социалистическая, хотя вас уверяют в обратном. Вот, и да, если это будет продолжаться, как это продолжается, я скоро отдам два дня своего работы, чтобы хранить чужое здоровье. Насколько я помню, значит, в Штатах где-то 18% ВВП уходит на здравоохранение, если мне память не изменяет, а в среднем по миру где-то процентов 10. И это все растет, и, как я уже говорил, быстрее, чем сама экономика. Возникает вопрос, и, как ни странно, даже в Штатах, где, собственно, нет вот этой вот государственной такой системы, все равно государство уйму тратит каким-то образом денег на лечение граждан. Так вот, как, собственно говоря, мы попали в такую ситуацию, в какой момент медицина свернула не туда? Парадоксальный ответ на этот вопрос состоит в том, что она никуда не сворачивала. Она как шла по магистральной дороге прогресса, так и идет. Значит, как привыкла тысячи лет медицина лечить так называемые болезни, так называемыми лекарствами, то есть веществами, так вот в таком же режиме она вкатилась и в эпоху промышленную. И в этой промышленной эпохе, когда появилась химическая, химбром, и, значит, его детище, фармацевтическая промышленность, получилось, что медицина, которая не отрефлексировала, что поменялся в корне характер болезни, если раньше вот этими болезнями были инфекционные болезни, и их можно было лечить токсинами, и медицина на протяжении тысяч лет понимала, что все лекарства это токсины, не бывают лекарства, которые не было бы ядом, то есть токсином. Ну, то есть вот как нельзя сделать вечный двигатель, это противоречит физическим законам, так нельзя сделать лекарство, которое не было бы токсином и не имело бы никаких побочных эффектов. Так почему медицина не отрефлексировала этот момент, что она лечит не излечивая, то есть она просто заметает мусор под ковер, она снимает симптомы, или, как это называется, пускает пыль в глаза, занимается отчетов терапевства, работает для галочки или для плана, очень много всяких в русском языке есть выражений, которые показывают, что такое социализм и что такое современная медицина. Работать для галочки, заметать мусор под ковер, убирать симптомы, не убирая болезни, потому что медицина не знает, почему, собственно говоря, получается диабет, гипертония, атеросклероз, вот три основных убийцы, рак, четвертый к ним присоединяется, почему они возникают, собственно говоря, у современных людей. Но зато было очень удобно масштабировать вот эти лекарства. Поставил еще один цех, и у тебя больше. А хорошего врача, ну, например, талантливого хирурга, который играет на теле как погонение, его не масштабируешь. А вот линейного врача, который прописывает таблетки, его легко масштабировать. Собственно, как готовят врачей, ну, скажем, в России. У нас не самое плохое, между прочим, медицинское образование. На первом курсе они проходят биохимию, зубрят, зубодробительные эти вещи, студенты, которые не понимают, зачем они все это зубрят. На третьем курсе они начинают изучать анатомию, то есть человека. К этому времени, значит, вся биохимия давно сдана и замыта, как страшный сон. К пятому курсу они уже чуть-чуть подзабывают эту анатомию, и на выходе что получается? Они знают, прямо от зубов у них отскакивают действующие вещества по своей специальности, например, по кардиологии, которую он у нас брал, препараты, которые на этом действующем веществе, это еще один веер сверху, а внизу симптомы, при которых нужно прописывать. И они так живут всю жизнь. И у меня есть что на эту тему сказать. Мы очень с вами одинаково мыслим. Я это тоже очень много изучал. В Америке, если я не ошибаюсь, в начале прошлого века, где-то 1905-1915, была война, которую я называю война суки-воров. Это была война гемеопатов и война фармакологии. Это была война докторов, которые в основном лечили гемопатически или... Гомиопатически. Гомиопатически, да. По-английски я уже забыл, как-то русский называется, гемеопатия. Вот. Или же выписывали собственные рецепты, и они в современной терминологии были холистикой. И были врачи, которые, вот то, что вы сейчас описываете, которые просто вот набор симптомов, вот таблетка. И в этой войне на сторону фармакологического лечения встал никто, как Рокфеллер. Тот самый Рокфеллер, нефтяной магнат, сказал, что все нужно масштабировать. Именно поэтому мы не можем произвести такое большое количество умных докторов. Давайте произведем огромное количество средних докторов. Их можно масштабировать. Возникла Бигфарма. Огромное количество военных предприятий, которые производили военную химию для Первой мировой войны, не знали, чего им производить, когда закончилась Первая мировая война. И возникли экономические и политические условия, и они купили политиков. И вот с этого момента они полностью замочили вот первую категорию, те, которые были гомеопатические. То есть у Теодора Рузвельта врачи были гомеопаты еще. А вот второго Рузвельта уже были фармакологи. То есть их было у нас две категории. Это как бы один комментарий. Второй комментарий у меня лично. есть друг, зовут его Грег, фамилию называть не буду. И его, у него уникальная специальность. Он дает оценку третьей стороны по прибыльности лекарства. То есть вот, допустим, какой-то Pfizer хочет произвести какое-то лекарство. И внутри этого Pfizer его эксперты говорят, это будет очень выгодно. Руководство хочет подтвердить, будет ли выгодно производство этого лекарства. И они нанимают Грега, у него уникальная медицинская экспертиза. Он сам фармаколог, и мы с ним учились вместе на МБА. Там, где я с ним познакомился. И он дает свою оценку. И вот он мне показывал, как он считает. То есть ему он знает процент заболевших. Он пытается сформулировать в будущем, сколько будет таких больных этой болезни. И какой процент людей сядет на эту таблетку. Создать таблетку в Америке стоит миллионы, десятки миллионов, иногда сотни миллионов, потому что огромный цикл проверок и так далее. Соответственно, прежде чем мы закопаем миллионы долларов в производство этой таблетки, мы должны убедиться, что есть постоянное ее использование. То есть если мы опять же говорим гипотетически, кто-то захочет создать одну таблетку, которая лечит рак, она невыгодна. Потому что единственная выгодная таблетка, как то, что вы сказали, мне очень понравилась ваша метафора, гвоздь, забитый в организм. То, что нужно принимать пожизненно. То, без чего ты не... То есть ты от этого не умрешь, но без этого ты тоже... То есть ты будешь умирать с этим. И вот классические вот эти таблетки, это статины, которые поддерживают там холестерон, это та же Ваягра, это то, что нужно принимать каждый день. И сейчас средний американский пенсионер, у него такая гармошка, и в день он принимает, по-моему, я не помню статистику, от 8 до 10 таблеток в день. И это не витамины. Это не то, чего не хватает в организме, это чего организму совершенно не нужно. Причем большинство этих таблеток дают на лечение посторонних эффектов, вызываемых предыдущими таблетками. Да-да-да. И вот в этом сейчас заключается вся суть американской медицины, когда мне Грег объяснил, что если нет длинного цикла приема таблеток, вот попринимал и закончилось, то нет финансового резона туда вкладывать деньги. Физически невозможно создать. Я даже уточнил, что мне попались данные журнала Forbes по поводу разработки одного препарата в разных фирмах от 5,5, там они приводили такие цифры, трудоукладывающиеся в голове, до 11 миллиардов долларов в разработку препарата. Причем парадокс состоит в том, что, казалось бы, если фирма производит много препаратов, у нее на один препарат должно меньше приходиться. Нет, наоборот. потому что чем больше она производит, тем больше процент от браковки и вся эта браковка и штрафы, которые они сотни миллионов платят по суду за вредные действия, они влажатся потом на себестоимость и этот вред людям оплачивает опять-таки конечный потребитель. Значит, я еще вернусь, вот вы сказали 10 таблеток, после того, закончил ту мысль, которую потерял, а сейчас опять поймал за хвостик. Почему, собственно говоря, изменился кардинально характер болезни? Потому что промышленность и наука построили нам ту искусственную среду обитания, которую я называю техносферой и вне которой мы жить уже не можем. Вот если из современного горожанина выбросить в джумберях, он трех дней там не протянет. Его или сожрут, или укусят, или он помрет от голода, не зная, чего есть. Мы можем жить только в техносфере, но это самое техносфера, она задает нам определенный стиль жизни, характер жизни. И этот стиль и характер жизни, он, как сказали бы марксисты, впадает в антагонистическое противоречие с тем животным, которое вылезло из природы, из аграрного общества и попало в эту техносферу. И это нас перекашивает. То есть, иными словами, все хронические неинфекционные заболевания являются болезнями, как ни банально это звучит, как ни странно, болезнями образа жизни. А по поводу ваших этих 10 препаратов, да, у нас тоже такое есть, у стариков вся тумбочка завалена этими пузырьками, обладками, пилюльками. И, как сказал один врач мне, если тебе прописали 10 препаратов, значит, тебя хотят убить. По поводу статинов я вам приведу, опять-таки зацепился за ваши слова, разговор друг наших врачей Шишунина и Шубина. Значит, они вот сидят, беседуют и один лечит и вылечивает, как ни странно, без лекарств, мы, может быть, потом к этому вернемся, гипертонию Шишунин, а второй классический такой хирург сосудистый, он бляшки вырезает. Так вот, первый хирург говорит, слушай, я вот уже 30 лет вырезаю эти бляшки и я не имею права говорить, что статины не работают, я обязан, значит, их назначать и то, что я сейчас говорю, это грех, но я ни разу не видел, чтобы они кому-то помогли. Шишунин его подхватывает, говорит, я тоже вот 20 лет уже лечу, ко мне приходят люди, которые пьют статины, ни разу не видел, чтобы кому-то это помогло. И, значит, он мне однажды сказал такую фразу, которую я даже записал, это совершенно замечательная цитата по поводу его отношения к препаратам гипертонии и к статинам. Я даже зацитирую это все, вот зачитываю, нахуй это все, и по ней цитаты. Вот, что касается, а, еще одно наблюдение, чертовски интересное от этого кардиохирурга, он говорит, я вот 20 лет оперирую, и, ты не поверишь, но за 20 лет изменился пациент, то есть, то, что я сейчас вижу, разрезая людей, я 20 лет назад не видел, сейчас они все кальцинированные, 20 лет назад это было 10%, сейчас 90% я режу, а у них сосуды вот, как у Ленина голова, в голове свинят, когда постукиваешь, невозможно работать, и говорит, я это, он это связывает со статинами, с приемом статинов, потому что сейчас эти статины, они вошли просто в обязательную практику, я где-то читал, что американский один автор, жалуется, мол, теперь американские врачи пишут, охраняя здоровье американцев, что все американцы имеют право на статины с 40 лет, потому что мы не можем ограничивать право людей на здоровье, читай в скобках, значит, страховые это все будут оплачивать, и только все для денежного круговорота. Я хочу рассказать, подтвердить интересными фактами со своей стороны, значит, есть, вы сказали, что мы находимся в техногенной атмосфере, атмосфере, и есть такая книжка, как техносфера, есть техносфера, значит, есть книга, которая называется, ну, по-английски называется Blood on the Moon, это мемуары, подсудить дневники, которые никогда не предназначались для издания, американского врача, его звали Валентин Мак Геллучиади, и эти книги издала его жена в 1946 году. Так вот, этот вот Валентин работал с племенем Сию с 1800, где-то 60-х годов, по 1910-й. Он был американский военный доктор, которого направили лечить этих, в резервацию этих сил. И он в своих журнале абсолютно не предназначен публикации. Показывает, и книга опубликована, как основные заболевания, которые он влечил, когда он туда приехал, были вирусно-бактериальные и переломы, травмы. И к концу его там пребывания становилось то, что он называет новые заболевания. Это артероскриллороз, рак, которого не было, гипертония и так далее. То есть на протяжении двух поколений, 40 лет, полностью панель заболеваний этого конкретного трайба, ну, этого племени, поменялась. И сейчас среди них, вот я сейчас привожу статистику, племя Тонга, ну, полинезия. Кстати, есть французская книга французского ученого, который был в полинезии, та же история, абсолютно та же. 73% ожирения третьего типа, ну, то есть 3 из 4 взрослых практически, ну, это третий тип ожирения. Остров Наури, то же самое, 73. Остров Тувалу, 64. Самоа, 61%. Ну, то есть вот эти люди, они вообще были не предназначены для этого резкого перехода. Мы, европейцы, как-то еще вписались. У нас ожирение там 20-30% в среднем в Европе, да? А вот этим бедолагам совсем плохо пришлось, потому что они очень быстро на огромной скорости въехали вот в то, к чему мы, ну, как все люди не предназначены. Это вот один, то есть кто считает, я все пытаюсь как бы добавить доверие к нашим словам, потому что многих мы звучим как два сумасшедших, вот я прекрасно это понимаю, вот, но кому интересно английская книга «Кровь на луне», «Бладден Мун», где вот просто читаете мемуары доктора, как изменялась его лечебная панель. Ну, я еще посоветую, есть такой американ, вернее, был такой американский врач, очень интересный человек, Роберт Мендельсон, мы говорим почти о биологии, я хочу сказать Мендель, Мендельсон все-таки, свадебный вальс, наверное, название книжки я не припомню, у него много книг, и, как я уже сказал, прикольный дядька, во-первых, педиатр, во-вторых, доктор, такой, у него степень была по медицине, написал уйму книг, совершенно нетрадиционные, выступал против прививок, говоря, что о том, что, значит, вот в наше время, когда практически исчезли некоторые болезни, от которых мы прививаем, уже вред от прививок статистически превышает, собственно, возможную от них пользу. Так вот, обязательно, мы еще, может быть, вернемся к этому дядке, он, кстати, умер года за три до того, как вы приехали в Америку, и почему я его еще иногда, я довольно часто цитирую, потому что уже тогда он писал о медицине в 60-х, 70-х, 80-х годов, и уже тогда был понятен страшный тубик, в который эта медицина зашла. А вы упомянули, значит, индейцев силу, и я хочу вот какую, тоже мне вспомнилась история, есть у меня один, ну, одна знакомая психотерапевт, которая через мозги лечит, вот там эндометрии, улозы всякие, вот эти вот, знаете, когда пичкают женщин, не может запеременеть, потому что, ну, вроде все анализы нормальные, вроде человек здоровый, не переменяет, она их вытаскивает, потому что говорит, да у тебя, значит, кровоснабжение органов мало, вот таза низкая, давай вот тут, здесь качай, здесь, значит, убирай проблемы из головы, и залетишь, и залетают. Так вот, она мне рассказывала, что есть такой, как называют, слово такой бондинг, которым я никогда не слышал. У молодых хипарей, и вообще у молодежи, сейчас, значит, модно стало ребенка вот здесь вот носить, да, и на такой, знаете, ну, кингорубыш, да, 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 такая штучка матерчатая, и он сидит в памперсе и писает, одна из, даже не врачей, а вот, которые племена-то изучают, как они называются, антрополог, значит, одна из антропологов, изучающих, значит, амазонские племена, по-моему, амазонские, она обратила внимание на то, что вот эти вот племенные дикарки, они ночью, детей тоже вот здесь, и тоже из каких-то тряпок сшивают, но без всяких памперсов, и она поинтересовалась, слушайте, а почему же вот эти дети вас не описывают все время, на что эти женщины так удивились, говорят, ну так мы же чувствуем, когда он должен пописать-то, и она в свою очередь дико удивилась, спрашивала, а как это можно почувствовать, они были поражены ее удивлением, и сказали, да, вы, наверное, плохая мать, раз вы этого не чувствуете, вот к чему я веду, так вот, по поводу редукционизма, от которого я отвлекся, если человек приходит, ну скажем, лечить, ну что, те же легкие или зубы, ему же никогда не будут смотреть позвоночник, потому что у него там может быть сдвиг, и нерв, который входит на этот орган, который собираются лечить, и орган, который манифестирует болезнью, на самом деле можно выправить просто позвоночником, вообще, большинство болезней, как считают многие врачи, да, они носят чисто такой логистический характер, болезнь начинается либо от пережатого спазмами или подвырехами нерва, или пережатого спазмами сосуда, если где-то чуть-чуть он поджат, то дальше, ниже по течению, где-то там далеко в дистальной области, ну, например, как это часто бывает у диабетиков в ступнях, да, начинается процесс гниения, опять-таки, если хотите, могу историю тоже рассказать, спортсмен, теннисист, бегает, прыгает вот это вот все, делает, скачет, и однажды подвернул ногу, после чего где-то через неделю начала нестерпимо болеть ступня, вот там внутри ступни наступить невозможно, хирурги говорят, слушайте, ну, у вас там какое-то страшное воспаление, значит, надо резать, родители этого парня бегали, бегали, они люди очень состоятельные, прослышали, добегались до Блюма, это не реклама, у вас все равно денег не хватит, и тот, значит, слушал их, слушал, потом говорит, ну, и что вы от меня хотите? Они говорят, мы хотим от вас чудо, потому что мы уже всех обошли, и нам, резать, он говорит, ну, давайте попробуем, где-то мяу, минут 15-20, вот очень жестко всю эту ногу, а он хорошо знает анатомию, он говорит, что хороший врач начинается с отличного знания анатомии, больно было, говорит, невероятно, мне тоже, кстати, когда пролили мои проблемы, больно было, ужасно, потому что все изменения, они через боль, к сожалению, проходят, но после этого парень пошел, а у него там, собственно, уже началась почти гангрена, омертвение тканей, и, как сказал потом, если бы порезали, ничего бы не помогло, потому что туда просто кровь не дотекала, из-за того, что вот тут возле колена спазм, и туда уже почти не, почти не долетала, я не хочу сказать, что все врачи плохие, потому что есть медицина, как система, и есть медицина, как люди, я даже... Давайте немножко принес, значит, у меня почти такой же взгляд на вещи, как у вас, мы изучали, видимо, один и тот же предмет, но я подхожу к этому чуть другого угла, и мой угол следующий, существует то, что называется метаболистический синдром, у нас он называется метаболический. Метаболический синдром, я, кстати, перевел на русский, поэтому буду говорить незнакомые мне слова, я все хорошо знаю по-английски, буду говорить по-русски, и он не лечится. Этот синдром у 50% американцев, то есть 50% американцев имеет этот синдром, ну, возраст 20 и старше. Вот, вы, уважаемые слушатели, можете легко, очень легко обнаружить, есть ли у вас или нет этот синдром на основании трех анализов крови, причем копеечные. Это глюкоза натощак, это сириактивный белок, CRP, и ферменты печени ALT и ACT. Я все это знаю по-английски, поэтому для меня очень странно переносить все это по-русски, но неважно. Вот, если у вас повышенные показатели по этим параметрам, с очень большой, там, 90% вероятности, у вас есть этот синдром. Синдром не лечится, а лечится последствия этого синдрома, который включает сахарный диабет второго типа, подчеркиваю, второго типа. Первого типа это автоиммунное заболевание. Второго типа это синдром, который якобы не лечится, а на самом деле прекрасно сахарный диабет второго типа лечится. Примеров тысячи, тысячи. Следующая гипертония, следующая атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, особенно абдоминальное, и неалкогольная жировая болезнь печени, alcoholic fat disease, синдром поликистозных яичников у женщин и хронические воспаления. Вот. И дальше, в какой степени у вас это прострелит, куда это пойдет, что у вас, а потом откажет на основании вот этого синдрома, никто не знает, и вот я подчеркиваю, ни одна таблетка не существует, чтобы это вылечить. Все таблетки по этому поводу, и это практически все, чем мается в американское, по крайней мере, общество, это залечивают симптомы. Ничего не лечат, залечивают симптомы. Потом это переходит в инфаркт, это переходит в гангрены, если это диабет, это переходит в другие проблемы, и вот это первое круг проблем, в котором врачи, современная медицина, абсолютно не справилась. Абсолютно не справилась. Как лечить, не знаю, только залечивают. Второе, это автоиммунные заболевания. Это автоиммунные заболевания, в том числе лупус. Понятия не имеют, что с ними делать. Не только лупус, но лупус один из многих. И третье, это сейчас аутизм у детей, это уже никто не знает, что это такое, который растет с дикой, с дикой прогрессией. Сейчас практически у мальчика в Америке один из сорока имеет аутизм. Ну, то есть это, ну, представляете, какой удар по обществу. Этого человека надо содержать по жизни. Кто-то должен за него платить, за его обслуживание, за его няньку, за его это самое. И вот этот набор проблем американская медицина не лечит. Это медицинский факт, то, что она не лечит. А могла бы и holistic medicine, вот то, что Александр рассказывает. Медицина в общем, у нас называется holistic, слово holistic, полная составляющая. Вот это вот является ересью. То есть такие доктора есть, но они с точки зрения классической медицины являются еретиками, то есть растригами. Вот то, что вы говорите. Кстати, тот же Роберт Мендельсон, он сравнивает современную медицину с церковью. И это очень точное сравнение, потому что вся вот эта атрибутика есть, включая, значит, белый халат и все такое прочее. А британский врач Голдекер, он пишет, что, значит, по моему мнению, большая половина тех назначений, к которым медицина привыкла, они ни к чему хорошему, собственно, и не приводят. В результате вот этот метаболический синдром, который, значит, имеет три источника, три составные части, значит, гипертония, атеросклероз, диабет второго типа, это действительно убийца номер один, собственно, в мире, бьет по сосудам и так далее. К чему мы, собственно, пришли со всей этой медициной? Вот, опять-таки, статистика. Значит, вот число людей в возрасте, зачитываю, от 30 до 79 лет, страдающих одной только гипертонией, без вот этого сопутствующего, за последние 30 лет выросло с 650 миллионов до 1,3 миллиарда и вырастет еще больше, а по сохранному диабету к 50-му году до полутора миллиардов, причем считается, что уже сейчас до 70% людей, значит, в 40 лет, они имеют либо диабет, либо преддиабет. Такова, значит, что называется наша планита. Так вот, что такое, собственно говоря, вот эти вот упомянутые вами метаболический синдром и все такое прочее? Это есть не что иное, исходя из того, о чем мы говорили, да, как адаптация организма к условиям существования. Вот, мы попали в эту самую техносферу и организм, чтобы не сдохнуть сразу, он выводит нас вот в такой режим. Но мы сейчас говорили вообще о формации в медицине, да, а есть еще такой ее раздел, как хирургия. Нам войны, мы с сотнями лет жили, вели войны, и поэтому войны подарили нам, в общем, неплохую хирургию, и я бы сказал, что к хирургии у нас претензий нет, за исключением случаев, когда хирурги лезут не в свое дело и хотят порезать то, что, собственно говоря, резать бы и не надо. Например, те же грыжи в межпозвоночных дисках. Опять-таки, значит, упомянутый Мендельсон приводит поразительную статистику, значит, колумбийскую, израильскую и статистику Лос-Анджелеса. Дело в том, что врачи иногда бастуют. Так вот, он говорит, что когда врачи бастуют, особенно кардиологи, смертность падает. Это было замечено, скажем, значит, я могу сейчас найти в каком году, но я даже не буду в своих бумажках рыться, в Колумбии, в Богате, когда врачи бастовали 52 дня, значит, и смертность упала. При этом надо понимать, что когда врачи бастуют, скоро помощная часть работает, никого на дороге, значит, в машину не бросают. Отменяются только плановые операции и плановые назначения лекарств. Так вот, если мы это исключаем, смертность падает. И на эту смертность обратила внимание Ассоциация Похоронных Бюро Богаты, у которой упали за эти 52 дня доходы на 32%. То же самое потом отмечалось в Израиле, то же самое потом отмечалось в Лос-Анджелесе, и поэтому, значит, тот же Мендельсон приходит к выводу о том, что, знаете, если бы мы отменили большую часть медицины, у нас здоровье нации было бы только крепче. И вообще, опять-таки, он приводит данные, есть в Конгрессе, значит, Соединенных Штатов какие-то постоянные комиссии, как я понимаю. Есть такие, да? Да-да-да. Вот. Так вот, они, как бы, анализируют законопроекты, в частности, по здравоохранению, и уже тогда, в 70-е годы, писали, что от 10, они писали, что от 10 до 12% операций делаются зря. И я понимаю, почему зря, потому что хирурги, они хорошо получают. Сейчас, кстати, их делается больше, потому что за эти... Это моя прямая специальность. Я делал огромное количество расчетов, какой процент операций. Прогресс медицины вырос, поэтому количество несмысленных операций выросло тоже. Александр, я не могу удержаться, давайте я расскажу несколько историй из своей личной биографии. То есть я аналитик, я работал много в медицине, и одну из задач рассчитать, где операции делаются зря. Вот один из моих проектов, это рак предстательной железы. Какую-то часть нужно вырезать, то есть хирургическое вмешательство, какую-то часть можно лечить медикаментозно, и никто не знает, где эта грань, где этот предел. Я совершенно не претендую на то, что я знаю. Но существуют две схемы оплаты врачей. Первая схема, где у врачей платят за каждую сделанную процедуру. Соответственно, операция, это высококвалифицированная и сложная процедура, и за нее платят много. Соответственно, выдача таблеток, это низкооквалифицированная и менее интенсивная процедура, за нее платят существенно меньше. Но визит к врачу стоит гораздо дешевле, чем процедура в госпитале. Ну, в смысле, операция в госпитале. Это первая модель. За каждую процедуру доктор получает деньги. Вторая модель. Докторам платят зарплату. Это кайзер перманента у нас. То есть, что бы ты ни делал, зарплата одинаковая. И вот я беру и сравниваю. В одном и том же городе, в городе Окленде, это здесь, в Калифорнии, это часть Сан-Францискского конгромерата. То есть, это одна и та же биологическая панель людей. То есть, надо сказать, что тут одни черные, а там все желтые. Нет, это одна и та же демографическая группа. Две клиники. Одна, где докторам платят за каждую процедуру отдельно. И у них 55% всех случаев рака заканчивается операцией. Ракопредстательной железы. Рядом находится кайзер перманента. Декторам абсолютно все равно, как лечить. Более того, они хотят минимизировать свои затраты времени и сил. И у них около 65 случаев лечатся медикаментозно. Это одна и та же панель. То есть, я не знаю, где правильно, я не доктор, но я точно знаю, что так не бывает. Ну, то есть, поведение врачей в зависимости от тех финансовых условий, которые не поставлены, существенно меняется. Я цифры сейчас по памяти, я могу ошибиться в цифрах, но разница в том, как ведут себя доктора в зависимости, как они компенсированы, существенная. И вопрос, а где правильно, я не знаю. Дальше ты берешь и смотришь то, что мы называем quality of life, сколько людей выздоровело там после, и сколько было залетов. И выясняется, что те, которые лечили таблетками, лечили лучше. То есть, это та же панель, ты берешь, у меня доступ ко всем этим данным. Я консультант, у меня доступ и выясняется, что таблетками лечили лучше. Соответственно, таблетками получаются дешевле и лучше. Но доктора делают операцию, потому что это им выгодно. Но если ты спросишь любого доктора, зачем ты это сделал, он никогда тебе не поверит. Они это делают подсознательно. Это у них, они все добрые, хорошие люди. Никто специально операцию не делает. Это чисто подсознательно. Вот такой вот у меня был многочисленный опыт, могу долго об этом рассказывать, вот конкретно в опландине. Да. Вы не поверите, но именно об этом пишет тот же Мендельсон, на который я сейчас все время ссылаюсь, потому что у него наиболее яркая книга, потому что старые данные. Потому что вот по этим старым данным, что проблема началась давно, и она давно уже перезрела. Именно это он и пишет, что тогда, когда у врачей, когда они работают, что называется, в складчину, вот как коэффициенты, в один бокс вращаются все типы эти странные карты, чаевые. Но делается очень мало операций. В несколько раз меньше, чем если каждый хирург получает сдельно. Как когда-то в Америке очень модной, вот в буквальном смысле модной была операция по удалению матки и влагалища. Сплошь детям удалили миндалиной аппендиксы, совершенно нормальные аппендиксы, которые еще не успели на всякий случай. И до сих пор такое беще сохраняется. Вот Анжелина Джоли, у нее рака не было, она отрезала грудь, она вырезала яичники, фалопии, на всякий случай, чтобы, не дай бог, не было рака. Но у тебя же еще нет. И не будет теперь. Так вот, то, что сейчас вот... Я это называю лишней запчасти. Я это все знаю, я это на самом деле называю, убрали лишние запчасти. Это ничего не нужно. А уж если вспомнить тех же Кеннеди и хирургов, помните, была такая Роуз Кеннеди? Знаете такую? Она была немножко слабоумная, потому что ее из-за врачебной ошибки, значит, у нее немножко из-за гипоксии при родах, немножко поведелась в уме, вела довольно разгульный образ жизни, но более-менее так училась в школе и соображала. Правда, значит, в половом смысле она была довольно беспорядочный образ жизни, чем подставляла семью. И вот, а тогда Тупо была в большой моде страшная вот эта вот операция по лоботомии. До 50 тысяч американцев практически убили, практически убили, превратили в овощи, а во всем мире еще больше. и один фриман, по-моему, его фамилия была, просто гастролировал по Америке и делал эту операцию, вводя через глаз, значит, железки и разрушая, вот так вот вращая свой этот ножом для колки льда. Не мое руки, кстати, разрушал. Так вот, ей сделали такую же операцию, причем не через глаз, а ей просверлили две дырки и начали разрушать вот эту вот кору головного мозга, ведя с ней диалог. И вот ее разрушали до тех пор, пока она еще могла что-то членораздельное отвечать. Как только все, они вытащили это самое, сказали, здорово, здорово, и тем самым откатили возраст до двух лет, она, значит, потеряла способность, ну, стала двухлетним ребенком. Так вот, к чему я вспомнил эту самую лоботомию, к тому, что эти ваши демократы сейчас делают химические, вернее, делали химические кастрации и операции по перемене пола, это вот лоботомия номер два, это лоботомия сегодня, лоботомия 2.0, совершеннейшее преступление против народа. Я абсолютно согласен, более того, меня поражает, насколько я использую этот же пример, то есть по лоботомии, если не ошибаюсь, европейский врач, если не ошибаюсь, португалец, получил Нобелевскую премию. Да, 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 я не помню его фамилию сейчас. Это сороковый, конец сороковых, если я не ошибаюсь, в моей памяти, и это считалось лечением всех, и это было научно. Любой врач, который сказал, что это идиотизм, он был бы еретиком, его бы убрали бы от науки, и это продолжалось несколько десятилетий, сейчас никто лоботомию не делает, и самое главное, никто не сделал анализ, а как так произошло, что вся американская, европейская, мировая медицина повелась на эту полностью псевдонауку, ничего научного там нет, людям разрушали мозг. К таким же степенью можно, ну вот, сейчас происходит абсолютно, идет медицинская, химическая кастрация, процент самоубийств у этих людей 40%, и все делают вид, что так должно быть. Я знакомясь с людьми сейчас моего возраста, мне вообще все больше и больше сообщают, у меня ребенок трансжендер, я не знаю, как себя вести, то есть, соболезновать, оказывается, надо поздравлять, то есть, мне объяснили, что когда тебе говорят, что ребенок трансжендер, надо говорить, слава богу, поздравляю, как хорошо, то есть, вот так, надо себе реагировать, и вот пройдут еще 20-30 лет, и вот так же, как мы смотрим назад, и понимаем, что лоботомия, это было сумасшедшим мозгом врачей, которые это признали как медицинским лечением, мы также будем сейчас отградиваться на эту эпоху химической кастрации детей, которые вообще не понимают, что им делают, то есть, это дети 12-ти старших лет, некоторые даже раньше, как на эпоху вот этой вакханалии идиотизма медицины, которая считает, что она при этом еще и наука, но давайте мы зададим к себе вопрос, который, ну точно уже досмотрев до этого момента, аудитория спросит, а что делать? Ну, понятно, что врачи заинтересованы в чем-то, их не так лечат, они их не так учат, они не так лечат, а что делать простому человеку? Если простому человеку, не как Чапаев в рамках земного шара, а простому человеку поменьше попадать в лапы врачей и понять одну простую вещь, ваше здоровье это только ваша проблема, у врача, к которому вы придете в ту же поликлинику, у него есть, значит, своя семья, у него недостаток там денег и так далее, и масса своих проблем, ему на вас по большому счету наплевать, уйдете вы, придет другой, не попадайтесь, но медицина, став системой, да, она и прикрываясь, или не очень даже прикрываясь, а говоря о том, что мы вам помогаем, она целую сеть сплела, да, вот эта вот диспансеризация, это что такое, это по сути сеть, чтобы вас завлечь, обнаружить у вас чуть-чуть повышенное давление, чуть-чуть повышенный, например, этот самый, холестерин в крови и сразу же что-нибудь прописать, вот сразу же вы пойманы, ваша вина уже практически доказана, не попадайте туда, вот просто не попадайте, особенно если вы ведете здоровый образ жизни, просто не дай бог, скажем, если вы реально за собой следите и чем-то занимаетесь, я не знаю, в спортзал ходите или еще куда-то, или бегаете хотя бы, или ходите, и вы попали вот на такую диспансеризацию, вам наверняка поставят продикардию, и вам наверняка поставят атеростлероз, потому что у людей, которые ведут активное образ жизни у спортсменов, у них пониженный ритм сердца, потому что сердце здоровое, ему не нужно так часто колотить, и второе, у них немножко повышен холестерин, потому что идут активные обменные процессы в организме, а мы вернемся сейчас к тому, что нужно делать людям, нужно заботиться о себе самим, да, и вести, как это не банально звучит, активный образ жизни, извините уж, простите за такую херню, следить за тем, что вы едите, и не надо сидеть на химических протезах, вот то, что вы едите, пусть это вредная пища, но это все-таки пища, а то, что вы запрасываете химически, особенно если у вас полная прикроватная тумбочка таблеток, вы поймите, что никто никогда не испытывал случайно рандомные взятые лекарства, этот и этот, как они сочетаются в организме, это прописал кардиолог, это прописал гастроэнтеролог, значит, у меня потом подсела печень, мне от печени прописали, чтобы от печени поддержать, а поскольку печень работает в фандеме с поджелудочной, мне, значит, и от поджелудочной прописали, и от того, что у меня, значит, уже сыпь пошла от этих лекарств, она уже через кожу выводит, аллергия пошла, у меня депрессия, у меня во рту трянь, мне, значит, психотерапевт еще и прописал антидепрессанты, и я вот на всем этом сижу и жить не хочется, вот такие люди в конце концов с тяжелой клинической судьбой, я бы сказал, с тяжелой судьбой походов по врачам в конце концов находят своего врача растригу, который их сделает, который снимет их с препаратов и который заставит их заниматься, вот просто заставит заниматься собой. Ну, и у меня есть близкий мне человек, и этот человек считает, что он может не двигаться, он может есть все, что хочет, хотя у него аллергия на ряд вещей, и при этом вся проблема в том, что нужно найти таблетку, то есть идея в том, что я буду есть все, что хочу, даже то, что он меня не показывает, но я организм это отвергаю, и я не буду двигаться, я не буду стримать уровень стресса, и все, что со мной происходит, а проблем куча, нужна таблетка, потом таблетка для лишения других таблеток и так далее, вот это путь в никуда. А как он собирается лечить ожирение таблеткой? Этого никто не знает. Вот, Александр, спасибо за ваше время, мы не поговорили еще о такой интересной теме, как плацебо, о чем мы... Это отдельно, отдельно, так же, как... Я просто понимаю, как вы мыслите, я понимаю, что я мыслю точно так же, вот, и, наверное, мы запишем следующую передачу скоро, потому что я инженер по своему первому образованию, и если шестерега в механизме источилась, источилась, то она сама себя не восстановит, то есть все, она выбрасывает, ставит в другую жизнь. Я людям это говорю, в машине вы замените прокладку, здесь вы должны... Организм обладает уникальной способностью саморегенерировать собственные запчасти. Даже, даже, ну, кости срастаются, казалось бы, а уж хрень. Кожа заживает, порезанная кожа заживает, кости срастаются, нервные клетки восстанавливаются, клетки мозга регенерируются и так далее. То есть мы обладаем уникальной способностью и часть этой способности это плицебо. Вы верите в собственное излечение. И так как в Америке каждое, абсолютно каждое лекарство сравнивается с плицебо, накопилось огромное количество статистических данных, как лечит обычная таблетка. Существуют даже хирургические операции плацебо. Когда разрезают, ничего не делают, изжигают. Тот же самый эффект. То есть... Ну, если это не жизненно важная операция. Когда я дорвался, это все хранится в публичных данных, когда я дорвался до данных, я лично и стал смотреть, как... И выразительно. Как лечит плицебо, то есть как организм ментальный, ну, то есть психика лечит, лечит рак, лечит сердечно-сосудистый, лечит все, лечит депрессии. То есть депрессии плицебо лечит так же хорошо, как и антидепрессанты. Это просто фантастика. Вот. Мы об этом еще поговорим, потому что спасение отопающих. Делай руку, как спасение отопающих. Александр, спасибо за ваше время и за рассказ. Спасибо вам. До свидания. Да, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok